Доброго дня, зрители канала Заметки Нумизмата! Сегодня у нас очередная встреча и очередной рассказ о том, как создавалась коллекция, тогда еще детская. И на сегодняшний рассказ натолкнули меня вопросы некоторых наших активных зрителей, которые делились своими воспоминаниями. Ну а любой такой рассказ тут же позволяет вспомнить эпизоды, которые кажутся уже забытыми, но вновь появляются перед глазами. И вот такой эпизод из своего детства, когда собиралась моя первая коллекция под непосредственным присмотром и участием родителей, других родственников, близких людей. Сегодня мне и вспомнилось, хочу с вами этой историей поделиться. А помню я достаточно хорошо, как пришли мы с отцом в соседний продуктовый магазин недалеко от дома. Причем купить нам было нужно всего лишь один предмет. Я очень хорошо это запомнил. Пакет молока, характерный советский треугольник, 16 копеек. И было у нас как раз 20 копеек, которые буквально выделила нам мама, на покупку именно молока. В те годы старались экономить иногда каждую копейку и буквально любая трата, даже такая казалось бы небольшая, была как-то рассчитана в семейном бюджете моих родителей. И вот уже при выходе на кассе, забирая нужный нам пакет, отец кладет кассиру 20 копеек и мы ожидаем нашу сдачу. И кассир в ответ кладет три монетки, ведь мы должны получить 4 копейки сдачи. Все трое мы смотрим на эту сдачу и самые разные эмоции проходят у нас на лицах. Я попростительно смотрю на отца, кассир тоже попростительно смотрит на моего отца. И только отец, все прекрасно видя, остается совершенно спокоен и говорит, да-да, хорошо. А что ж такого произошло? Да дело в том, что вместо 4 копеек мы получили на сдачу одну, обычную советскую копейку, монету в две статинки болгарские, равные по размеру и очень похожие по исполнению на ходившие в тот момент советские две копейки. И, наконец, третья монета вообще была полукопейкой Николая II. Царская монета, выданная просто на сдачу в магазине. Но она почти равна по размеру копейки. И такое могло быть. Кто-то из домашней копилки, заначки или еще как-то расплатился в кассе монеты и кассир, не заметив, принял ее. А потом тот же кассир постарался, или другой кассир постарался от ненужной ему монеты, не являющейся официальным платежным средством, избавиться. И нашел очень удачно для себя благодарных получателей сдачи. Итак, вместо 4 копеек у нас копейка, две статинки, вполне пополнение коллекции, хотя две статинки были действительно довольно популярные монеты и вообще-то попадались на сдачу часто. В данном случае это были две копейки выпуска 1974 года. Ну и, наконец, царская полукопейка, причем в весьма приятном состоянии, которая и до сих пор лежит в коллекции и других медных монет по состоянию, не уступая многим монетам гораздо более позднего выпуска. Вот так пополнилась тогда моя коллекция. Я думаю, и в наши дни бывают похожие истории, хоть может быть с другими монетами и в других ситуациях. Желаю вам успешного пополнения своих собраний, большой коллекционерской удачи. Смотрите наш канал, подписывайтесь. До следующей встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова